Новый год для детей – это особенная пора, когда они с нетерпением ждут исполнения самых заветных желаний. Городская администрация подготовила подарок юным видновчанам, пригласив их на праздничную ёлку в районный центр культуры и досуга. Рассказывает Юлия Погасьян. Городская новогодняя ёлка в Доме культуры проходит уже на протяжении 24 лет. Ни одно поколение видновчан выросло на представлениях, подготовленных коллективом ДК. Это славная традиция, которую администрация поддерживает и реализовывает из года в год. На эту ёлку приглашаются дети-инвалиды из многодетных семей, работников бюджетных учреждений. Но главное, что каждый ребёнок имеет возможность почувствовать новогоднее настроение и погрузиться в сказку. Это же центр культурный нашего города с момента его создания. И здесь, как всегда, замечательно организуют эти праздники с помощью директора Гейлис Ларисы Сергеевны. У нас проходит всегда на ура этот праздник. Вот детям обязательно нужно перед Новым годом посещать такие мероприятия. В этом году развлекали ребят зайка и кот в сапогах. А когда пришёл момент зажигать ёлку, все дружно позвали Снегурочку и Деда Мороза, который по велению посоха зажёг на ней огоньки. Дети дружно водили хоровод вокруг лесной красавицы. А после направились в зал, где артисты Дома культуры показали спектакль «Новогодняя сказка старого леса». Малыши с замиранием наблюдали за любимыми героями. В конце мероприятия организаторы всем подарили подарки. Но и сами ребятишки пришли на представление не с пустыми руками. Многие выучили стихи. Маленькая Виктория подготовила стихотворение про главную героиню Нового года. Городскую новогоднюю ёлку в Доме культуры посетил глава Ленинского района Сергей Кошман. Он поздравил ребят и их родителей с наступающими праздниками и рассказал, сколько уже сделано в районе и что планируется реализовать в будущем для удобства жителей. В этом году построено четыре детских сада, одна школа, перинатальный комплекс, открылся многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Начинается строительство ещё девяти дошкольных образовательных учреждений. Всё это помогает нашему подрастающему поколению расти в комфортных условиях. Дело за малым – быть послушными детьми. Я очень бы хотел, чтобы в Новом году совершенно точно каждый из вас почувствовал, что есть чудо. А чудо, наверное, в том, что вы будете радовать ваших родителей, родных и близких тем, что будете и учиться хорошо, и заниматься в тех различных кружках, на которые кто-то из вас ходит, тоже достойно. И что немаловажно помогать друг другу. Новогодние мероприятия только начинаются. Городская администрация приглашает всех жителей 5 января на развлекательную программу для детей у кинотеатра «Искра». А 7 января в парке отдыха состоится празднование Рождества. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видно ТВ.